Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Здравствуйте, дорогие друзья! Такой очень быстрый выпуск — это топ-5 ошибок на курсе тестостерона. И самая первая ошибка у новичка — это не сдача анализов на входе. Для чего мы сдаем анализы на входе? Дорогие друзья, анализы на входе сдаются в первую очередь для выявления проблем, которые протекают скрыто. Ну, допустим, это по-другому в медицине называется субклинический диагноз. То есть доклинические какие-то проблемы. То есть у вас снижено железо, а вы об этом не знаете. И несмотря на то, что многие, соответственно, стероиды презентуются как средство для повышения железа, делаться это будет за счет ресурсов вашего организма. Поэтому на курс лучше заходить и с железом с нормальным, с гормонами щитовидной железы с нормальными. А если они повышены, понижены или просто банальный дефицит йода, тоже не очень хорошо. Поэтому эту информацию нужно собрать всюду в курсе. Поэтому начало курса, я всегда говорю, что самое дорогое не за счет препаратов, а за счет вот такого общего скрининга организма человека, за счет которого мы узнаем, есть ли у него скрытые дефициты, скрытые заболевания. Потом, значит, мы должны туда же отнести липидный профиль. Потому что липидный профиль вы вообще никак не почувствуете. Очень часто люди с холестерином просто 8 начинают курсить, и там артеросклероз, и вообще все плохо, гипертония может наслоиться и так далее. Опять же, если у вас была склонность к гипертонии, обязательно сдаете натрий. В целом, какие анализы сдавать, я перечислял в своих видео. И вы можете, соответственно, пройти по ссылочке, которая будет в конце видеоролика, или отыскать в плейлисте, фармакология, просто на канале поискать. И вы найдете на каждый препарат, я снимал не по одному видео с описанием, какие анализы сдавать и курсить. Поэтому здесь, наверное, не буду углубляться. Скажу, что только основные вот эти моменты по скринингу, они должны обязательно быть устроены до курса. Вторая ошибка, на мой взгляд, новичков, студентов, мне пишут потом с кучей проблем, это использование метана соло. Он же Данабол, он же Великий Ужас. В общем, дорогие друзья, вот мы с чемпионом мира уже снимали видео. Я много раз проговаривал, что это такая, архаизм такой, да, такой миф, что вы там с этого метана что-то поимеете. Да, за счет задержки жидкости он вызывает вау-эффект. Для новичка вообще любые стероиды будут вау-эффект, потому что, ой, ничего себе, у меня жим лежа, там вырос на 10 килограмм к концу месяца. Условно. То есть для человека, который ни раз не пробовал, действительно может быть это открытие. Но это не значит, что обычный тестостерон сработает хуже. Потом, на мой взгляд, вот если отдельно вывести Оксандролон, то все остальные пероральные анаболические стероиды, это вообще плохая идея для человека, который там сам решил себя контролировать, тем более сам решил себя вести, тем более какой-нибудь студент, который на всем экономит. Это очень плохо начинать с пероральных препаратов. Проще всего начать с тестостерона соло. Или с примболона соло, или с Оксандролона соло. Вот эти вещи, которыми вы, если и навредите себе, то сделаете это по минимуму. Можно использовать любые курсы в зависимости от ваших желаний. И тринобаллон, и балденон можно использовать. Что хотите миксовать. Только чем больше вы миксуете, тем больше вы сдаете анализов, чем чаще вы должны у вашего доктора, врача наблюдаться, советоваться или проходить ведение. Если таких возможностей нет, выбирайте всегда самое безопасное. Подчеркиваю, вторая ошибка. Выбор пероральных препаратов, за исключением Оксандролона. Третья ошибка. Обсутствие полного контроля коагулограммы и ориентир не на коагуляцию крови, а ассоциация коагуляции крови, ее способности свертываться только с показателями гематокрита. Это я наблюдаю даже у профессиональных спортсменов. Все такие, вот у меня гематокрит там изменился, значит мне надо антикоагулянты пропить, что-то еще. Напоминаю, что гематокрит, на показатели гематокрида в общем анализе крови могут влиять различные заболевания, это уже готовый метаболит. И в чем смысл? Вплоть до того, что может быть из-за неверного, неверного, соответственно, маркеров, содержания, правил содержания крови, еще что-то. Это наиболее подвижный, наиболее неточный анализ, вообще общий анализ крови. И доверять только одному показателю гематокрита, оценивая реологию крови только с точки зрения гематокрита, это в корне неправильно. Тем более, только по гематокриту назначать себе антикоагулянты. Так не делают. По крайней мере, в медицине и моей коллеге ни разу я не слышал, что по одному только гематокриту делали антикоагулянты. Побочный эффект антикоагулянтов – это летальный исход на минуточку. Поэтому, если вы их переживете, неправильно себе назначите, то вот имейте в виду, такой исход будет. Кулограмма стоит 300 рублей. Там все написано, можно загуглить каждое значение, прочитать. И уже на нее ориентируйтесь, есть у вас повышенная свертность крови или нет. На таких препаратах, как балденон, может быть вся клиника и повышение гематокрита, и клиника гиперэлитроцитоза, повышение элитроцитов, клиника как будто у вас, соответственно, повышена коагуляция, но вы сдаете килограмму, она в норме. Почему? Потому что гиперэлитроцитоз, элитроцитов стало больше, крови, другими словами, стало тоже больше. Могут добавиться кровотечения, повышенное давление, как следствие, что делать? Ну, совсем экстремально сливать крови, потому что, помните, подвиг Турчинского, здесь это очень, соответственно, так скажем, чревато проблемами, поэтому, если вы не профессиональный бодибилдер, а это видео совершенно нет для профессиональных бодибилдеров, ну, логично, мне кажется, даже никто из них не додумается смотреть видео с названием «5 ошибок на курсе тестостерона». Вот, поэтому, соответственно, кровь сливать не надо, вы отменяете этот балденон, который вы решили себе вставить по той или иной причине. Потом на него можно будет вернуться, когда элитроцит, и все у вас там снизится. Это дело как-то решится. Значит, это у нас было третье, да? Потом четвертое, безумно важнейшая штука, ребята, которую тоже игнорируют и профессионалы, и обыватели, и все на свете там ее игнорируют. Это ваш холестерин. То есть, в лучшем случае вы сдаете общий холестерин. Вы не сдаете раскладку на липопротеиды высокой и низкой плотности. Тем самым вы не видите, что у вас снижаются липопротеиды высокой плотности. Ваши хорошие холестерины повышаются липопротеиды низкой плотности. Ваш плохой холестерин. Во внутренних болезнях при повышении, соответственно, липопротеидов высокой плотности, это учебник внутренней болезни, значит, есть протоколы. Есть огромное количество протокольных моментов. Как? Я в этом буду делать отдельный выпуск. Сейчас не буду подробно рассказывать, останавливаться. Значит, как лечить гиперхолестериномию или гиперлипидомию. Вот. Поэтому я это все к чему? Не обязательно. И я бы сказал, особенно молодым людям, которые экспериментируют с стероидами, ни в коем случае еще и не надо переходить на эксперимент со статиномией. Помните, лечите печень, как правило, лечится ситуация с гиперхолестериномией. Это я планирую выпуск с исследованиями составить, потому что фанатов статинов огромная куча. Если я без исследований, без ссылок на учебники, вот сзади меня огромная куча находится, я думаю, что я обязательно сфотку учебник гипотологии вам покажу. Короче, все это, подготовлю информацию, отыщу ее, сфотографирую. И будет как с бурселином. Когда вот сейчас уже, ну, нечего, да, сказать. Я вот привел огромное количество исследований, выложил. Все. Споры закончили. Где эти умники? В заднице. Вот. Нечего писать. Нечего. Все мне говорили. Ой, все там отвалится, никто так не делает, никто бурселином ЛГФСД не повышает. Это вообще зло. А оказалось, весь запад повышает. Весь запад на этом сидит. Только вы своему, там, улюпинске в каком-то заднице сидите и колете себе этот гонадотерапин. Вот только так получается. Поэтому я говорю всегда, механик чинит машины, врач лечит, повар готовит еду. И никак наоборот, нельзя их мешать. И если ты механик, ты слушаешь врача, как лечиться, а если ты врач, у меня сломается там машина, я пойду и буду слушать механик, что надо сделать, сколько денег заплатить и куда там колесо прикрутить. Не знаю, что-нибудь еще сделать. Я в них вообще не разбираюсь и не лезу ни в свое дело. Как говорится, каждый должен заниматься своим делом. Это новичкам такую заметку. Когда вы сами изучаете что-то, изучайте только медицинские источники, а не дядю Петю, который съел два метана и накачался, возвращаясь к тому же метану. Генетика у всех разная, генетическая детерминированность у всех разная, болячки у всех разные, кто-то ведро съест каких-то плохих там стероидов в перемешку с наркотиками, и у них ничего не будет. А вы прошли рядом с тестостероном, у вас сразу там и печень вывалилась, не знаю, и ЛГФСГ упал. Поэтому, поэтому берегите себя, слушайте только проверенные источники. И меня не надо слушать, да, напрямую. Я выкладываю периодически все, что я говорю, и под этот выпуск, он по логике всегда, то есть, ну, накапливаются, накапливаются вопросы, раз, как с бурселином, я сначала просто рассказал, люди не верят, там еще что-то. Я вижу, нужно. Я раз выложил источники. Не бывает такого, что я там говорю, я на себе провел эксперимент, или вот у меня там один пациент был, мы так делали. Я все равно выкладываю вам источники, кому интересно, под видео, периодически они выходят. Кто следит за каналом, ну, за новостями канала, так было с гормоном роста, так было с тестостеронами, со многими, Оксана Дролон, что он безопасен относительно, легкий препарат, я выкладывал на источники, на ПАПМЕД, все на ПАПМЕД, выкладываю все исследования, плюс еще там ПАПМЕД вам, когда она обновляется, исследование, он вам сам подсказывает, там по ссылкам, можете смотреть, то есть, они могут и новые еще исследования интересные выйти, вы можете сами почитать. Так что, это все очень интересно, и это надо изучать. Если вы не готовы изучать информацию, если вы подходите, самое, вот знаете, частое, комментарии мне, а что ты не написал, как колоть? Что ты не написал? Мне надо вот, купил я тестостерон, он у меня лежит, я не знаю, уж сколько мне вколоть, целый шприц, или только кубик, и все. Ребят, вам не на этот канал, никогда не будет на этом канале такого. На этом канале только наука, только исследования, только медицинские источники, только хардкор. Если рассуждать, как колоть, то, ну, понимаете, мы с вами не договоримся. Это вот разный способ мышления, и я не совсем уверен, я не встречал таких культуристов, профессиональных, которые бы вот мыслили только как уколоть, и сколько, и чтобы у меня бицуха выросла, и чтобы они дожили до соревнований, до каких-то. У них форма начинает сыпаться, потому что здоровье рассыпалось все. И Андрей Шокин, чемпион мира, об этом рассказывал, что полно таких ребят, кто вот, поднять в колоть, поднять в колоть, и ни хера, ничего у вас от этого не меняется в вашей жизни, потому что это подход к говну просто. В целом, не только по стероидам, а вообще по жизни такой подход к говну. Вы в машину сядете, и можете, не соблюдая правил дорожного движения, сбить человека. Если будете рассуждать, как нажать на педаль, и куда зарулить. Мне же надо было туда нажать, я вот туда, и на всей скорости въехал куда-то в переулок, а там бабушка шла, а я ее задавил. Потому что все остальное говно, оно напрягает мой маленький мозг, мне тяжело думать. Мне тяжело думать. Мне надо вот только какие-то простые действия. Вот в общем стероиды, это не про простые действия. Если вы знаете, что ваш интеллект снижен, не пользуйтесь стероидами, и вообще не возите машину, и не провоцируйте, поберегите себя. В общем, не надо заниматься сложными вещами. Такой вот спич. Ну, это я должен сказать. Новичкам это важно, потому что очень много людей смотрит. Прям вот я смотрю в телеграм, в группу добавляется. Ну, прям дети совсем. Дети. Как вколоть? Куда вколоть? А вот это будет, а то будет. А сколько я наберу? 10, 20, 30 килограмм? И так далее. Пятая ошибка. Это слишком... Или что там, четвертый у нас? Ладно. Короче, еще пару пунктов назову. Значит, одна из ошибок слишком короткие курсы, 2-3 месяца. Курс должен быть 3-4 месяца. Значит, то есть где-то вот чуть больше 3-х, и мы выходим на ПКТ. Ну, там пока сдали анализы, допустим, 3 месяца вы сдали анализы, 10 число. Потом, допустим, вы там решили что-то подлечить, нашли холестерин и прочее. Там связались с доктором, допустим, который вас ведет, там со мной, неважно, с кем по-другим. Или там сами решили как-то это скорректировать, если это был легкий курс какой-то, что-то еще. Вы суперздоровый человек, то есть пошли купили препараты, но вот условно у вас на это еще 5 дней оставлен. Как делать ПКТ? Ну, тоже отдельные выпуски. Сейчас уже достаточно много скопилось, достаточно информативно все это. Вот. Основное, смотрите, про бурселин выпуски. Это вам надо, чтобы вот от гонадотропина, вот от этой гонадотропиновой теории отходить, чтобы соответствовать современной медицине, ее последним, да, научным изысканиям. Ну, и заключительный пункт, одна из наиболее-наиболее таких ошибок, это на курсе высокий, то есть заходим, когда мы на курс, мы не меряем инсулит, не меряем глюкозу, они достаточно высокие, и мы, соответственно, как бы вот заходим на курс с высокой глюкозой, и у многих желания еще вот такие люди, они такие вот тучные, отечные, и у них желание еще просушиться на этом курсе. А просушиться они качественно только при условии, что будет глюкоза где-нибудь 4 в среднем, и, соответственно, инсулин, ну, никак не больше 10. А в норме инсулин должен быть там примерно 5. Вот, поэтому, соответственно, вот ошибка, вот гиперболизированное ожидание от своего уже надломленного организма, что стероиды все решат, это, соответственно, самое яркое. Ну, и с целью нандролоном-деканаатом вылечить плечо, колено, это тоже очень временное решение. А нандролон-деканаат поможет вылечить плечо, колено, если вы его используете в связке, не как препарат центрального действия, а в связке с тем, что вам назначат там травматолог и так далее. Только так, а не дифференцированно. Вот, в связке и с хондролитинами, и с витаминами группы D3, и с ЛФК, то есть совсем-совсем-совсем. Потом есть ряд заболеваний, на которые сильно не будет влиять надролон-деканаат, то есть, ну, словно, ногу он вам там не отрастит, новый сустав не вырастет, и так далее, и тому подобное. Вот. По каждому препарату, напоминаю, на канале есть вот препарат, и внутреннего я рассказываю, какие анализы сдавать. Препарат внутреннего я рассказываю, какие анализы сдавать. Сейчас потихонечку вот скопилась эта информация, потому что одному нужен один препарат по каким-то причинам он и шелый, другой. То есть, вот год где-то я вот эту вот всю информацию давал. Сейчас я буду давать информацию о лечении. То есть, сейчас мы потихонечку будем разбирать, вот если вы в анализах нашли гиперхолестериномию, как лечить гиперхолестериномию. Там гипернатремию и, соответственно, гипертонию, ну, последующую мы уже разобрали. То есть, и вот такая логика, так строится структура канала. Понимаете? Тут все есть на канале, о многом я уже рассказал, надо только не полениться, поискать. Очень много видео снято. В целом на моем канале уже тысячи видео. Вот. Это не только про стероиды, но, как бы, соответственно, львиная доля про стероиды тут есть и продолжает расти. Выпуски с спортсменами, и с Андреем Шойкиным, чемпионом мира, и с чемпионом России, Сергеем Поповым, бодибилдером. Не один выпуск со всеми снял. И продолжаем снимать, продолжаем для вас работать. Поэтому пишите нам ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Кравцов Сергей. Да пребудет с вами здоровье. Я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok